мы находимся на курорте ехимов и с нами александр качинский александр по специальности невролог и уже имеет достаточно большой врачебный стаж более 25 лет и на курорте ехимов практикует уже четвертый год конечно у нас есть вопросы потому что курорт необычный и лечебно-природный фактор тоже до своеобразный приезжает большое количество пациентов ежегодно они приезжают из разных стран в основном с какими заболеваниями с какими группами заболеваний приезжают на курорт если отнестись к этому вопросу так с административной точки зрения вот они с исторически сложившийся то официально сертифицированных групп пациентов у нас 4 те которые от страховых компаний чешских страховых компаний к нам приезжает страховые компании оплачивает их лечение первая группа это заболевание и послеоперационное состояние сосудистой идеологии отдельная группа сахарный диабет особенно сахарный диабет со всевозможными осложнениями это в первую очередь поле наэропатии и различного рода состояние диабетические не будем говорить гипо гипер или кетоацидоз но это то что касается вот такого нестабильного течения сахарного диабета со сложным следующая группа заболеваний это ревматологические перечислять это просто нет времени вот третья группа это неврология от банальных вопросов радикулярных болей то есть заболеваний позвоночника и так далее до более серьезных состояний таких как после инсульта или заболеваний связанных с перенесенными энцефалитами менинг энцефалитами пан энцефалитами и так далее и тому подобное это неврологическая группа по существу это четыре категории отдельной категории мы специально выводим болезнь бехтерю потому что по существу получается что санаторно-курортное лечение которое действительно помогает это именно только наш санаторий на территории чешской республики а если не если заговорить о европейском союзе то мы впереди планеты всей подобные подобные характеристики и вообще отношения к пациенту санаторий который функционирует и достаточно тоже известен есть в японии понятное дело что существуют и противопоказания было бы важным и для слушателя выделить кроме общих противопоказаний какие-то специфичные именно кардонотерапии первое наличие онкозаболевания если человек приезжает к нам с онкологическим заболеванием диагностированным пусть даже находится это все в какое-то состояние ремиссии он находится после химиотерапии и так далее мы такого пациента никогда не пошли на радоновую ванну если пациент приезжает к нам после операции прошел год даже если у него онкомаркеры показывают низкие значения мы его не возьмем мы его берем через два года после того когда он подтвердит или по крайней мере оговорит этот вопрос посещение нашего курорта с со своим онкологом без этого нет но если прошло пять лет и пациент был снят с учета или под и под наблюдением уже не находится или находится на один раз в год бывает то желательно чтобы пациент посетил своего онколога и оговорил с ним вопрос поездки к нам если это первый раз если он уже был вот то вопрос отпадает сам собой то есть мы используем это это не является противопоказанием иногда задерживаемся в назначении самой радоновой терапии если нет результатов свежих результатов онкомаркеров у нас есть возможность их взять и в течение двух дней мы будем иметь результаты и так далее если это касается вопросов оплаты через страховую компанию то это делается однозначно если это вопрос возникает когда человек купил какую-то курсовку прилетел издалека и просто ну а что дальше делать что улетать возвращать деньги или что-то еще в этом роде три дня максимум занимает у нас на решение этого вопроса и человек может получить свою радоновую терапию если низкие уровни понятно что это за его деньги будут сделаны исследования тогда потому что мы не имеем свои лаборатории мы посылаем в карловой вары он там делают если есть ли какие-то на курорте процедуры специфичные именно для курорта ехимов возможно какой-то метод или методика ради которых пациенты приезжают кроме радона мы используем еще старый метод предложены еще мадам кюри это брахи радиотерапия что это такое маленькие ампулы в которых запаян концентрированный уран понятно что его нужно было получить при определенных условиях и я не понял кажется до 40 коробочки до числа номер 40 источника делала лично мадам кюри время жизни такого источника девятьсот пятьдесят тысяч лет то есть если мы использовали ближайшие 100 лет мы можем замерить опять же их силу активность вот и среднее время использования около тысячелетия в чем интерес если мы используем радоновую терапию это газ восемь дней живучесть но мы можем на какую-то определенную область то есть область колена внутренний менеск или наружные части или какие-то другие локализации тазобедренный сустав позвоночник практически в любом варианте исполнения то есть на верхних отделах или нижних отделах мы можем приложить эту коробочку и она находится там в течение 6 часов естественно создает дополнительно но это прямое облучение потому что внутри запаяно радиоактивное вещество которое в радиусе 6 сантиметров создает достаточно высокое поле после нее остается следовая реакция но со временем она исчезает запрещено в течение 6 недель под прямое солнечное облучение проводить лазеротерапию на эту область и так далее другой момент что в чем ограничение радиотерапии мы не можем на одну область дать облучение более 10 грейв 10 грейв это максимальная величина за которой наступает уже лучевая болезнь за всю жизнь то есть если один раз провели то через год через два можно повторить но если мы сделали три раза и набрали семь с половиной грей по своей мощности то то четвертую коробочку в эту область делать нельзя даже через 20 лет если мы ее сделаем то возникнет в этой области лучевая болезнь количество ограничено то есть это не надо относиться как к электропроцедуре как чему-то из каких-то там таких простых банальных процедур не носящих за собой каких-то последствий часто пациенты обращаются и при подготовке до поездки на курорт они спрашивают как стоит подготовиться если они придут собой привозят снимки да и чтобы они были свежие они спрашивают когда стоит сделать рентген коленного сустава тазобедренного сустава играет ли это какую-то роль потому что в последующем будет применяться радонотерапия если какой-то негативный от этого эффект коснемся такого вопроса свежий снимков не играет роли главная степень поражения то есть там второй степени артрозы третьей степени артрозы четвертой степени понятно что если диагностика диагностирован скажем год назад третьей степени то риск того что это уже будет так сказать прогрессировать во времени да но нужен мы не знаем опять же условия в которых находится пациент может он ограничивает себя отсюда мы видим гипотрофию мышечных структур и так далее опять же свежесть большой роли не играет но пятилетней давности снимки лучше не привозить и другой момент чтобы прочитать рентген снимок это все-таки должен быть специалист лучше чтобы было описание есть описание значит свежая информация другой момент вообще о о состоянии человека интересует любая информация но нас больше если взять основное заболевание которое попадает скажем в группу ревматологических там неврологических и так далее интересует ближайшие ближайшие двугодичная информация не просто там анализ крови или что-нибудь еще в этом роде а вообще вот как человек ввели этот промежуток времени не понимаю что это да 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 то есть как бы что происходило в это время если мы знаем как бы вот преемственность какую-то а то человек приедет скажет вот мне это такой-то диагноз и привез только диагноз например а то что он проходил там какую-нибудь электролечение у себя в поликлинике буквально две недели назад и приехал к нам и говорит ой мне это не помогает а я сижу так сказать составляю курс лечения и тому подобное и назначай например там магнит назначил бы 5 я уже делал магнит ну так хоть какую-то информацию принесите что вы еще делали а вот какие-то присоски мне ставили что за присоски если что-то ближнее было эту информацию лучше привести лекарства как какие принимает может он сам что-то делает или у него есть родственники которые работают с ним например он приходит и говорит мне что вот ну как бы массаж его не устраивает потому что у него есть близкий родственник который занимается мануальной терапии и ему проводил это то есть он приравняют мануальную терапию например массажа васич continues а проводятся по разным технику естественно то есть это разные подходы то есть жесткости требует и так далее грудом нельзя делать эту вас например там протузии дисков а я еще все же задавала вопрос по поводу того насколько это опасно когда проводится рентгенологическое исследование непосредственно перед радонно терапии это опасно нет как правило сейчас рентгенологические исследования делают меньше, потому что все-таки техника шагнула гораздо дальше, и даже если возьмем какой-нибудь районный центр, там всегда есть магнитный резонанс или что-нибудь еще, да, или КТ и тому подобное, а мы четко знаем, что ну да, там что-то происходит, вот, но это совсем другой вариант облучения. Большая группа, мы уже проговорили, да, приезжает пациент, когда поражен, костно-мышечная система поражена, и сюда относятся и ревматологические заболевания, это все сочетаны и с заболеванием нервной системы часто бывает, особенно то, что касается позвоночника, это одно, другое не игнорируют. Я вас прошу, перечислите, пожалуйста, какие методики используются, что вы назначаете? Основная терапия, это получается радоновая терапия, если есть необходимость, мы имеем локальные, достаточно серьезные зоны изменений и противопоказаний нет, мы можем использовать брахерадиотерапию, это то, что касается, вот, так сказать, прямого-непрямого варианта воздействия радиоактивного на организм. К основному лечению, это основное лечение, к основному лечению мы относим углекислую терапию, то есть это мешки с углекислым газом, это то же самое ванны, тоже с углекислым газом и газовые уколы. Опять же, газовые уколы локально по зонам, это суставные поверхности вдоль позвоночника, это основной вариант применения. В чем смысл, если взять так исторически, то методика была разработана еще порядка 400 лет назад, она, по крайней мере, встала на свои ноги. Мы знаем четко, что любое кризисное состояние, которое возникает с организмом, стимулирует процессы регенерации. Углекислый газ, кислород, то есть гипоксия и там, наоборот, оксигенотерапия. Мы используем два этих метода, что СО2, что оксигенотерапия. Это основное лечение. Все другие варианты подходов, ну, если мы скажем, что физиотерапия или лечебная физическая гимнастика, техники мягких методик, рефлекторный массаж, любые варианты работы с мелкой моторикой, с мелкими суставами и так далее, то есть это уже все относится к физиотерапии. Назвать это какой-то локальный вариант воздействия нет. Мы стремимся к тому, чтобы, первое, убрать рефлекторно-тонические синдромы, которые присутствуют в разных частях тела. Тем самым повысить эффект основной терапии. Далее идет электролечение, диодинамик, интерферентные токи. Возьмем, опять же, тоже как бы отчасти относящиеся к электролечению, это ультразвук через масло, ультразвук через воду, опять же, на локальные зоны. Тепловые процедуры, к ним, как правило, на Кюри чаще всего мы используем здесь тоже, это парафин. Руки можно делать парафин, ноги можно делать обклады вдоль позвоночника и так далее. Если отнесемся к процедуре лазеротерапии, она источечная, локальная, то есть мы можем выбрать мелкие суставы и так далее, так и большой лазерскэнер, то есть мы можем взять на поверхности обширные по существу, весь пояснично-крестцовый отдел захватить или шея-грудной отдел. Это особая технология проведения лазеротерапии, она по времени дольше, немножко 15 минут, а вот локальные это обычно 4-5 минут воздействия. Опять же, интенсивность, характер воздействия, время воздействия, все это ведет к тому, что мы локально изменяем характеристики в какой-то определенной зоне, тем самым создаем улучшение кровообращения, изменение метаболических процессов питания этой области, тем самым повышаем эффект основной терапии. Заболевание сосудов после оперативного лечения, одна из обширных групп, которые принимают это сертифицированно на курорте Ехимов. Что это за пациенты и тут какие цели лечения таких пациентов и какие критерии эффективности этого лечения? Была проведена пластика, при каких-то обстоятельствах было повреждено, например, 30-40 см сосудистого русла. Его где-то взяли, или это трансплантант, или это из собственного тела где-то взяли какой-то кусочек и поставили. Что главное? Мы знаем, что процесс регенерации занимает какое-то определенное время. Пациент приезжает, именно чтобы простимулироваться. К чему я вообще веду? Радоновая терапия, которая используется в Ехимове, чисто исторически сложилась так, что здесь были все-таки рудники. Серебряные рудники, урановые рудники. И вот та вода, которая шла, потом в ней нашли эти элементы радиоактивные, так вот она каким-то образом влияла на людей. Кто-то говорит, что все-таки более 2000 лет назад люди уже приходили к этому потоку. И когда здесь вода очень сильно бурлила и шла вниз, то люди, имеющие повреждения, переломы, повреждения во время там боевых действий и так далее, приезжали сюда и в этом потоке очень быстро заживлялись раны. То есть это не только было известно с 16 века, когда появились первые вот эти шахты серебряные, но было известно еще и раньше. Так вот, если мы произведем пластику или пересадку сосудистого русла из одного места тела в другое, то обязательно идет процесс регенерации. И вот именно дополнительное радиоактивное воздействие, минимальное, создает условия, когда это все заживляется гораздо быстрее. То есть сроки определяют все равно лечащий врач? Определяют. Если взять логический подход, то это получается где-то в конце второго месяца люди с сосудистыми заболеваниями. На третьем месяце с тотальными эндопротезами коленного, тазобедренного, плечевого сустава. Ну что получится? Иногда и локоть попадается. Но это достаточно такая малораспространенная операция в Чешской Республике. А вот тазобедренный, коленный, плечевой... Тромбозы. Это противопоказание для посещения? Тут немножко другой вопрос. Когда мы говорим о тромбозах, то, как правило, если он не решался оперативным путем или решался оперативной эндоскопической операцией, была проведена и просто тромб убрали. Потому что это лечит за собой всегда осложнение до инфаркта легкого и так далее. Но если такая терапия была решена, мы в обязательном порядке должны, первое, поинтересоваться квик-тестами. То есть человек же принимает какую-то терапию. Но это не является противопоказанием. Показание антикоагулянтное? Это не противопоказание? Нет, нет, нет. Это не противопоказание. Единственное, мы должны контролировать. Тем более, что человек приедет на большой курс лечения. Это, как правило, та максимальная доза, которую мы можем предложить ему вообще за это время. Ну, так работает стандарт. Это не я вымыслил. Это было сделано до меня еще, ну, наверное, за лет 30-50. И мы уже в процессе лечения можем контролировать. Тем более, возможности нам это позволяют. И знания врачей наших тоже позволяют на курорте решить этот вопрос. Главный контроль. Пациенты, которые приезжают на восстановление после ожогов. Тут какие сроки и от чего это зависит, на что нужно обращать внимание? Первое. Открытые раны не берем. Открытые участки тоже не берем. Мы берем пациентов, когда основной процесс заживления прошел. А наша главная цель, или вообще цель радоновой терапии, это борьба со спайками. Потому что, да, контрактуры, контрактуры это уже более грубый вариант. А ведь мы говорим о спайках, потому что операция прошла или не операция, трансплантация, пересадка, какие-то другие приемы, кто, когда ожоговые специалисты работают в этой области, они используют целый спектр всего, что есть. А наша задача, чтобы не образовались спайки, не образовались то, что повлечет за собой возникновение уже контрактур, стягивания, ограничения подвижностей и так далее. И другой момент. Понятно, что если это 9%, то это один подход. А если это более 30-40%, вопрос будет по-другому решаться. Как в этом случае тогда определить? То есть это с каким-то процентным... Как правило, пациенты уже приезжают к нам с какими-то уже проблемами. И решить их, это единичный случай, когда такой вариант поражения достаточно большой. Но тогда вопрос решается индивидуально. И мы контролируем пациента чуть ли не каждый день, потому что мы должны видеть, что происходит. Это более жесткое введение. И если человек приезжает не гражданин Чешской республики, то мы стараемся получить пациента уже с каким-то, с какой-то наработкой в решении тех проблем, которые у него есть. И как правило, это идет проба 2 недели. Мы берем на 2 недели пациента и смотрим, что мы можем ему предложить за этот промежуток времени. С той перспективой, что он приедет через какое-то время еще. А по поводу продолжительности лечения, да, от чего это зависит? Потому что все-таки терапия особая, так скажем, специфичная, да. Наверное, тут есть свои нюансы. Расскажите об этом. У каждого человека, независимо от группы заболевания, которую мы лечим, у него есть своя толерантность или чувствительность на этот вариант лечения. И как правило, первый раз, если приезжать даже издалека, нужно приехать на пробу. Не надо брать сразу большой курс лечения и решать этот вопрос с максимальной дозой и так далее. Потому что первые 6-7, иногда 12 дней протекает этот процесс адаптации к радиоактивному воздействию. Насколько это будет эффективно и так далее. Другой момент. Не все могут выдержать вот этот перепад все-таки высоты. Здесь 650 метров у нас, а ветер дует сверху и получается, что здесь 720 метров. И погодные условия могут в течение дня поменяться три раза. Естественно, давление поменяется тоже три раза. Некоторые, у меня был один пациент, он вообще сам южанин, но переехал под Питер. И когда приехал сюда, вода, та, которая у нас здесь, я все-таки говорил, что она все-таки минеральная, у него стали выходить камешки. И он вынужден был прервать лечение на седьмой день, то есть 7 дней употребления, и вернуться в Германию. И с Германией поехал домой. Лечение роддом детям возможно применять с пятилетнего возраста, но есть определенные дозы. Конечно... Детский организм – это детский организм. Если я о себе лично скажу, я стараюсь детей не брать. Потому что для меня это такая тема закрытая. Но если мы отнесемся к ситуации с особыми заболеваниями, болезнь стила, ревматоидный артид, но ювенильный, который возникает в детском возрасте, и по существу терапия, это в основном медикаментозная, гормональная терапия и так далее, остановить этот процесс достаточно сложно. И если у наших коллег из России есть наработки в этой области, конечно, хотелось бы их как-то почитать и так далее, но за последнее время я их не видел. Но у профессора Бегонка были такие случаи. И вот он занимался этой группой пациентов. Мы знаем четко, должен пройти какой-то промежуток времени и в 90% случаев удается остановить прогрессию заболевания в дальнейшем. Понятно, что исход чем дольше, тем хуже, потому что организм растет и изменения, которые могут произойти в области суставов, они просто не обратились сами по себе. Просто нужно остановить заболевание. Вы не ведете таких пациентов, да? Ну а вообще на курорте никто не принимает детей. Из какого-либо возраста возможно лечение? Какое вид лечения, если это неродонотерапия, можно предложить? Если неродоновую терапию, первое, физиотерапия. У нас есть высококвалифицированные физиотерапевты, которые могут работать со сколиозами, с различного рода нарушениями осанки и так далее. Все, что связано с позвоночником, это именно к нам. Есть пациенты, которые, допустим, отдыхают где-то вблизи курорта Яхимов и хотят приехать и попробовать, что такое лечения родонотерапии. Как вы относитесь к тому, чтобы пациент принимал одну ванну? Это взмеет какой-либо эффект? Один раз можно. Даже независимо от того, знает, что он есть у него онкология или не знает, что у него есть онкология, на одну ванну может приехать и купить. Вот этот вот эффект от родонного лечения, эффект последействия, да? То есть пациент получил терапию и улучшение, когда они наступают? Вообще, некоторая группа пациентов у нас, вот у меня пациенты сейчас находятся двое, один 37 раз, а другой пациент 35 раз. Так вот они сами говорят, вы знаете, говорит, у меня все время все расшевелит, начинает все болеть больше, приезжаю домой, три недели, все успокаивается и еще лучше становится, ничего не болит, на год не хватает. Через год она приезжает. Понятно, что это ревматоидные артриты, это заболевания, которые уже продолжаются длительный промежуток времени. Иногда бывает так, скажем, высоко квалифицированный ортопед и пациент готовится к операции. Там изменения второй, третьей степени, вот, его уже поставили в очередь и ждут, что, ну вот да, за два года спрогрессировало до третьей степени, два-три. Вот, то есть, если тройку найдем или какие-то показания, предпосылки будут, мы его прооперируем. И он говорит своему пациенту, знаешь что, ну-ка съезди в Ехимов. Пациент пробует и 12 лет ездит к нам со своим суставом. И оперативное лечение, ничего не делает. Он как бы понимает, что на каком-то этапе жизни что-то может произойти, ему придется эту операцию делать. Но отсрочка в 12 лет это выигрыш, потому что пользовать свое, это не пользовать железо. Приезжают пациенты с болезнью Бехтерева, и мужчины, и женщины. Какие цели такого курортного лечения и каких результатов за долгие уже годы, да, наблюдения за такими пациентами? Насколько это эффективно? Приезжают ли эти пациенты в последующем? Остановить процесс, это по существу главная задача, потому что представьте себе, произошла трагедия, и по неизвестным причинам начинает откладываться в области позвоночника соли, грубо говоря, чтобы было понятно людям. И позвонки срастаются между собой. Это грубейший вариант патологии, это ограничение движения, человек застывает, его клонит вперед. Иногда, я думаю, что многие люди видели, когда человек наклонен так вперед, что он вынужден ходить с палочкой, потому что упадет, у него нарушается равновесие и так далее. Чтобы вот не произошло того механического сгибания позвоночника, наша цель, главная цель, первое, остановить вот этот процесс. Да, если мы его останавливаем, первое, это улучшение состояния, именно двигательной активности человека. Второй момент, мало того, что мы не только родонам помогаем решить эту проблему, пациент попадает у нас в бассейн, попадает на сухую лечебную гимнастику и так далее. Применяются различного рода методики, которые помогают снять эти рефлекторно-тонические синдромы, которые возникают из-за болей. Иногда мы даже используем для таких пациентов локально брахерадиотерапию, то есть эти коробочки. Прямой вариант облучения какой-то определенной области для того, чтобы затормозить, снизить болевые ощущения. Такого интенсивного лечения никто при любых других условиях не может предложить. Кто-то говорит, да, вот мы тут биологическое лечение будем использовать. Конечно, это хорошо, но опять же, это ход исторического развития методик, которые мы можем использовать при болезни Бехтерева. Но опыт использования биологического лечения и опыт использования нашей школы – это совсем разные вещи. То есть у нас уже есть история, а биологическое лечение – это как бы такой вот вариант профи. Приезжают пациенты с ревматоидным артритом. Тут есть такие показатели, когда, допустим, российская школа курортологов принимает таких пациентов только в стадии стойкой ремиссии, когда нет активности. Мне бы хотелось услышать тоже ваш комментарий, как тут действует. И это тоже одно из основных заболеваний, с которым приезжают пациенты в Яхимов. Если мы возьмем пациентов, особенно в молодом возрасте, и дебютирует какое-нибудь системное заболевание, мы четко представляем себе, что может быть на протяжении целой жизни, у него слоя будет 30 или 50, лейкоцитоз будет за 15 и так далее. Что ему делать? То есть по существу мы как бы отказываемся от этой группы пациентов, понимая, что активная фаза может длиться десятки лет. Кто-то скажет, а мы можем добиться успеха, мы будем стараться добиться успеха и так далее. Но когда проходит три года, и показатели те же самые, мы тогда говорим о том, что мы можем взять этого человека. Пусть это будет 15, пусть это будет 20 и так далее. Потому что это не противопоказание для нашей терапии. Пациент может ходить на какие-то процедуры, в бассейн мы его не пошлем. Понятно, что любая водная процедура, особенно такая, скажем, интенсивная, может повлечь к возникновению каких-то ситуаций, которые не подконтрольны нам. А вот использовать лазеротерапию, использовать, скажем, ультразвук, использовать какие-то местные процедуры, которые бы способствовали улучшению. Опять же, от индивидуальных особенностей этого человека. Например, мы ему предложим парафин на руки. Он попробовал один раз, говорит, нет, я не могу переносить это. Тогда он пойдет на ультразвук. А радон вы не применяете? Нет, почему? Радон как раз и является главной терапией. Это главная терапия? Это главная терапия, да. Я говорю, что иногда за 24 дня можно увидеть, что человек приехал с опухшими суставами или тофусами в активной фазе. А к концу лечения, видишь, там уже этого нет. Это просто уделяется. Как вы контролируете таких? Вы лабораторно как-то подтвердаете? Как эти критерии эффективности, кроме жалоб и уменьшения, допустим, болевого синдрома, то, что пациент действительно может самостоятельно оценить, пожаловавшись вам. Вы как-то контролируете этот процесс? Лейкоцитоз не снижен, не падает. Поверьте мне, что, чтобы снизить лейкоцитоз, ну, как минимум, две недели должно пройти, а то и месяц, да, 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 чтобы это увидеть. Но тенденции к тому, что соя падает, ну, да, чуток есть, скажем, там, на 10, на 20 единиц. Но если это 35 и упадет до 25, то это уже хорошо. Давайте поговорим, при каких заболеваниях и каких состояниях невозможное лечение в Ехимове. Острые состояния связаны с высокой температурой. Раз. Второе. Тромбофлебиты. И все, что связано с сосудами, именно с острой фазой. Главное показание – это онкология. Главное противопоказание. Если коснуться вопроса заболевания, урологические заболевания или урогенитальные заболевания, которые тоже влекут за собой, скажем, возникновение тех же температурных реакций, болевых ощущений и тому подобное. И другой момент. Если мы говорим о активных состояниях, которые обездвиживают человека, то есть заболевания позвоночника и так далее, когда он ограничивает свою двигательную активность, не может залезть в ванну, вылезти из ванны и так далее. Любой вариант болевых ощущений. Именно боли. Выраженный болевой синдром. Да, мы можем использовать, например, для пациентов викинг. У нас специально подъемное устройство, чтобы погрузить человека в ванну и так далее. На стульчике поднять он туда. Сам потом слезет с этого стульчика и так далее. Если выраженный болевой синдром, мы его не подведем туда. Беременность является стопроцентным противопоказанием для радоновой терапии. И другой момент. После проведения терапии у нас желательно полгода воздержаться от беременности. Александра, огромное спасибо, что уделили время, рассказали о лечении в Ехимове, какие есть нюансы. Была интересная беседа. Я надеюсь, дорогие друзья, теперь становится более полным и точным, то, как именно происходит лечение, какие методики применяются, каких результатов от лечения стоит ожидать. Дорогие друзья, приезжайте к каналу. Мы будем рады вас видеть в нашем курорте. Я думаю, что вы получите удовлетворение, пробовав у нас. Спасибо. Спасибо.